БРК-1, БРК-2 Ну и еще до открытия генов различными методами молекулярной генетики показали, что один из этих генов расположен на 17-й хромосоме, а другой на 13-й. Ну, соответственно, дальше в порядке, как их идентифицировали. От слова breast cancer, БРК-1, это первый ген, он был открыт в 94-м году, и в 95-м был открыт ген БРК-2. Значит, что на самом-то деле существенно? Надо понимать, что в каком-то плане эти гены действительно похожи, но вот посмотрите, даже внизу просто на схеме домены участки этих генов продемонстрированы. Давайте мы дверь закроем, потому что очень неприятно говорить, когда фон. Ага, спасибо. И вот когда... Лучше не стало, ну что поделаешь. И вот когда... И даже если на... Вот схема, посмотрите, на самом-то деле эти разные гены, причем они взаимодействуют между собой. Посмотрите, сверху ген БРК-1, у него есть зона взаимодействия с БРК-2, справа на рисунке, и наоборот. Вот снизу у нас ген БРК-2, справа домен, который взаимодействует с БРК-1. То есть даже вот по такой схеме понятно, что они немножко, но в общем разные. Более того, довольно много картинок, которые показывают, как эти гены взаимодействуют между собой. Речь идет о различных процессах, которые связаны так или иначе с восстановлением исходной структуры ДНК. Это называется сохранность целостности генома. Так или иначе во всех этих комплексах, которые так или иначе участвуют в процедуре восстановления ДНК, эти гены играют немножко разную роль. И отсюда, в общем-то, очень серьезные выводы на самом-то деле. Если мы говорим про органоспецифичных этих генах, то она действительно разная. Потому что БРК-1, он у нас ассоциирован с предрасположенностью, в первую очередь, рак молочной железы, рака яичника. И мое мнение, что и рак желудка, в общем-то. То, когда мы говорим про БРК-2, добавляются еще как минимум две разновидности новообразований. Это рак простаты и поджелудочная железа. Для простаты и поджелудочной железы БРК-1 ген большого значения не имеет. Ну, на самом-то деле, если мы говорим про БРК-ассоциированные опухоли, то на сегодняшний день это самое частое вообще моногенное наследственное заболевание, которое есть. Если мы берем и начинаем писать учебник генетики по заболеваниям, которые действительно наследуются, то муковисодоз, фенилкетонурия, это будет примерно частота 1 на 10 тысяч. Если мы берем носители гена БРК-1, БРК-2, которые, ну, фактически это эквивалент тому, что человек болен, они все заболеют раком молочной железы, раком яичника, скорее всего так, то их примерно встречаемость 1 на 500. Ну и, соответственно, очень большой вклад, в общем-то, в заболеваемость. Посмотрите, если мы берем общее количество пациенток с опухолями молочной железы, если мы понимаем, что от 5 до 8% приходится на БРК-ассоциированные раки, просто посчитайте, сколько это будет случаев ежегодно, раком молочной железы, которые возникают именно из-за того, что унаследована БРК-мутация. Когда надо делать тест на БРК-мутацию? Рак молочной железы – это молодой возраст, это семейный анамнез, это билатеральные опухоли, и это трижды негативный рак, но, опять же, трижды негативный рак в основном ассоциирован с геном БРК-1, а вовсе не БРК-2. Существенный комментарий по семейному анамнезу. Понимаете, нас не интересуют как таковые случаи рака в семье, нас интересуют те случаи, которые более или менее укладываются в понятие БРК-синдром. Но это означает, что хотя бы возраст должен как-то учитываться, потому что семейное накопление – это не просто семейное накопление раков, это еще семейное накопление раков, которые встречаются в нестаром возрасте. Для рака яичника характерен сирозный эндометриоидный тип и высокая степень злокачественности. Если вы действительно отбираете опухоли яичника по этим критериям – сирозный рак и высокая степень злокачественности, каждый третий случай будет связан с БРК-мутациями. Рак желудка, рак простаты – ну, посмотрите, я не буду одну и ту же повторять, здесь все написано. Еще раз подчеркиваю, гены немножко разные. Вот, посмотрите, у нас важный на самом-то деле слайд. Если мы берем БРК-ассоциированные опухоли, ну, действительно, примерно 60%, но вовсе не все будут приходиться на те опухоли, которые формально считаются трижды негативными. Если мы берем БРК-2-ассоциированный рак, там фигурирует то, что называется тип люминальной Б, а на самом-то деле речь идет о том, что, в общем-то, рецепторы формально эстрогена прогестерона есть, но при этом эти опухоли с достаточно высоким, с достаточно слокачественным поведением, у них, в отличие от классических рецепторов позитивных опухолей, очень выраженная пролиферативная активность, и что самое главное, тут я немножко не согласен с представителями клинической мамологии, я искренне считаю, что если у пациентки обнаружен БРК-2-ассоциированный рак, весьма сомнительная затея продолжать лечение эндокринной терапии, несмотря на то, что рецепторы формально есть, это очень характерная категория опухоли, для которой все-таки больше выражена химия, чувствительность в том числе и к платиновым препаратам, и к парпинг-ибитерам, а вот таких, у нас мало пациенток с БРК-2 мутациями в стране, потому что другие прародители, но вот именно эта категория опухоли, честно говоря, на эндокринную терапию отвечает хуже, чем классические гормонозависимые раки. Наше собственное исследование показывает, что в БРК понятие БРК-1-2 синдром также входит рак желудка. Ежегодно мы видим, честно говоря, все новые и новые случаи рака желудка у БРК-носительниц, но почему-то в мире, честно говоря, мало об этом пишут. Надо понимать, что рак желудка, он связан не только с генами, но и со стилем жизни. Ну, в частности, так называемый северный характер питания, когда мало фруктов, много жирной пищи, или увлечение крепким алкоголем, что, ну, наверное, все-таки для нашей страны более характерно, чем для Франции и Испании. Может, по-видимому, здесь какой-то вклад и вносят, хотя сложно сказать, все равно все наши выводы основываются на единичных наблюдениях, но так или иначе, если у пациента или у пациентки с раком желудка есть семейный анамнез БРК-ассоциированного синдрома, БРК-тест делать нужно, это несомненно. Теперь, значит, грубо говоря, здесь на самом-то деле не совсем понятно, где вот нужен врач-генетик, а где нужна просто лабораторная диагностика. Значит, на мой взгляд, нет никакой необходимости консультироваться у врача-генетиков, если очевидные признаки наследственного рака, которые я и перечислял, тогда вполне любой и мамолог, и гинеколог, он справится и скажет, что нужно направлять на БРК-тест, и наши врачи прекрасно с этим справляются. А вот если подозрение на клиническую картину наследственного опухолевого синдрома, когда врач не может на себя принять решение, стоит ли делать ДНК-анализ или нет, но самое главное, какой анализ делать, вот тогда, конечно, нужно направлять генетику. И вот когда это нарушается, цепочка, то как раз у нас там вот сейчас на разборе полетов, ну, печальный, уникальный случай совсем другого синдрома, который почему-то врач направил на генетическое тестирование, лаборатория оттестировала, ничего не нашла. Попал бы этот случай к раку-генетику, ну, совсем другая судьба была бы, наверное, у той семьи, о которой идет речь. Будьте добры, очень мешают разговоры, которые происходят на фоне, потому что они не дают возможность полноценно говорить. Прекратите, пожалуйста, переговариваться. Для любой медицинской генетики характерны этнические аспекты. Соответственно, у каждой нации есть свой пул прародителей, и у этого пула прародителей у них характерный свой уникальный пул мутации. Ну, в частности, если мы говорим о славянах, то они, как ни странно, несмотря на то, что Российская империя была многонациональной, они сохранили, в общем-то, очень высокий уровень генетической гомогенности. И именно поэтому у нас есть отдельные повторяющиеся мутации, которые очень эффективны для первичного скрининга подобных пациентов. Действительно, если возьмете мутации в генах БРК-1, БРК-2, то более половины приходится на так называемые повторяющиеся мутации. Это нам очень помогло, потому что в нулевых годах не было таких технологий, это раз. А во-вторых, ПЦР-тест, он быстрый, поэтому мы смогли сделать очень эффективные клинические исследования, просто потому что первичный набор пациентов на основе БРК-тестов у нас был достаточно эффективен. Но надо сейчас понимать, что, в общем-то, сейчас главная дилемма, не делать ли БРК-анализ или нет. Простой ПЦР-анализ, он практически ничего не стоит, и, в общем, его проще делать, чем думать о том, нужно его назначать или нет. Скорее, сейчас область для решений – это мы ограничимся скрининговым ПЦР-тестом, который, ну, фактически ничего не обязывает, или нужно действительно проводить полный БРК-тест. Ну, и тут, конечно, очень зависит от того. Первое. Фенотипически на уровне клиники это выглядит как наследственный рак или нет? От этого зависит степень упорства. Второе. Национальность. Еще раз говорю, ПЦР-тесты у славян абсолютно неэффективны, поэтому при малейшем постановке вопроса о наследственном раке у пациенток неславянского происхождения надо делать полный тест. Ну, и самое главное – клиническая мотивация. Есть дети, нет детей. Есть необходимость лечить, нет необходимости лечить. То есть что будет после теста? Что существенно, что, в общем-то, когда мы говорим о пациентах, то нам еще очень важно понимать, что дальше делать. Ну, нашли мы онкологического пациента, а дальше – как обследовать его семью? И вот тут все-таки есть определенные нюансы. Да, действительно, риск заболевания зависит не только, у наследован ген или нет, но и от пола пациента. Потому что надо понимать, на самом-то деле, что у мужчин все-таки носительство мутации в генах БРК, оно ассоциировано с куда меньшими рисками, чем у женщин. С этим связана вообще неэффективность того, что многие полагаются на следственный анамнез. Ну, по крайней мере, в Германии, в России, тех странах, которые имели значительные турбулентности в 20 веке, примерно половина случаев БРК-носительства никак не связаны с заболеваниями в семье, потому что мутация передалась у отца, а у мужчин все-таки меньше мишеней для того, что возникли БРК-ассоциированные опухоли по сравнению с женщинами. Что рекомендуется делать, если у женщин у БРК-носительность обнаружена БРК-мутация? Для мужчин таких рекомендаций мало. Там речь идет о поджелудочной железе и простаты, но все как-то это идет на уровне мелкого шрифта. А вот если мы говорим о женщинах-носительницах, то там разработан целый алгоритм мероприятий по ранней диагностике. В основном это ранняя диагностика касается молочных желез и яичников, но, честно говоря, вот я, допустим, как консультирующий врач-генетик, тех, кому мне приходят, все-таки БРК-носителям независимости от пола, рекомендую делать также фиброгастроскопию в отношении состояния слизистой желудка с непонятным интервалом, ну хотя бы с каким-то интервалом это делать желательно. Что самое ужасное? Вообще-то вся вот эта БРК-наука, она формировалась как учение о профилактике ранней диагностики рака. Но если посмотреть на печальные цифры, посмотрите, это если без эмоций, просто результаты исследований. Мы берем женщин, которые являются БРК-носительницами, и пытаемся у них своевременно обнаружить рак яичника. Толку абсолютно никакого. И именно поэтому в Библии онкологов НССН вы не найдете никаких упоминаний, что БРК-носительницам нужно что-то делать на предмет ранней диагностики рака яичников. Почему? Потому что нет таких методов, которые позволяют хоть как-то увеличить вероятность своевременной диагностики рака яичников. По крайней мере, это точка зрения американских специалистов. И, к сожалению, это точка зрения, но она, в общем-то, подтверждается результатами клинических исследований. Какая альтернатива? В зрелом возрасте можно ставить вопрос о профилактических операциях. Речь идет о косметических операциях на молочной железе, постановке импланта. Но, на мой взгляд, куда более существенная и куда более общепринятая практика, это все-таки женщинам, которые приближаются к естественному прекращению репродуктивной функции, настойчиво, очень настойчиво рекомендуют именно профилактические операции на яичниках. Речь идет об аварии к томии. Почему? Потому что, если в отношении молочной железы здесь есть какая-то площадка для выбора, потому что здесь все-таки не такие печальные результаты ранней диагностики, то в отношении рака яичников, когда мы говорим все-таки о женщинах уже среднего возраста, а не очень молодых девушках, все-таки мы говорим о том, что на самом деле настолько неэффективная ранняя диагностика рака яичников, что в какой-то степени настойчиво предлагать профилактическую операцию действительно надо. Лечение. Ну, опять же, в общем-то, сегодня довольно много говорят про парк-ингибиторы, это справедливо, потому что это принципиально новая разновидность лекарственных препаратов. А я хочу еще обратить внимание на то, что благодаря БРК-дефициту, БРК-ассоциированные опухоли имеют хорошую четвитность к более простеньким препаратам. Ну, посмотрите, это наше собственное исследование по неодемантной терапии рака молочной железы при помощи цисплотина. Ну, в общем-то, цисплотин демонстрирует в неодемантной терапии значительно лучшие результаты, чем другие методы лекарственного лечения. И на самом-то деле здесь те исследования, которые есть, они по этим выводам совпадают. Другой пример. Вот это как раз уже работа, которая действительно не имеет аналогов. Метамицин С – это забытый фактический препарат, потому что в 80-х годах он вызывал непредсказуемую гематологическую токсичность. Тогда еще не было ни эпогены подобных препаратов, которые компенсируют нейтропинию. Ну вот, посмотрите, у нас использование метамицина на пациентах с раком яичника, БРК-ассоциированным, которым нельзя больше назначать препараты платина, либо резистентность, либо исчерпана доза из-за побочных эффектов. Посмотрите, очень хорошие результаты для предлеченных пациенток. Что еще вызывает определенный интерес в этой области? К сожалению, мы знаем, что как БРК-ассоциированные опухоли не лечи, все равно достаточно быстро развивается резистентность к этой терапии. Будь то парп-ингибиторы, будь то препараты платины, любая терапия, которая есть, она приводит к резистентности. Что показали наши исследования? Оказывается, по крайней мере, при БРК-ассоциированных раках, при БРК-1, резистентность наступает из-за того, что в опухоли предсуществует, персистирует клон клеток, который сохранил БРК-функцию. Таким образом, если вы берете, лечите рак яичника, то там уже заранее при сформировавшейся опухоли есть пул клеток, которые заведомо устойчивы к стандартной терапии. Вот именно поэтому морфологи практически никогда при неодевантной терапии, предоперационной терапии, никогда при правильно обследованной опухоли не видят полного морфологического регресса рака яичников. Что сделали мы? Мы, понимая, что у нас опухоль гетерогенна, сделали исследование, в котором у нас комбинация двух препаратов. Это цисплатин и это метамицин. Это безопасная комбинация, ее в 80-х годах применяли для лечения рака прямой кишки, тогда еще БРК-мутации не было, о них не было ничего известно. И вот посмотрите, честно говоря, результаты хорошие, тем более это исследование, которое опубликовано, а часто этих результатов примерно в три раза больше. Если вы берете комбинацию двух БРК-специфических препаратов, цисплатина и метамицина, то у вас как минимум появляются случаи полного морфологического регресса в ответ на предоперационную терапию. Это очень хорошая заявка, потому что есть надежда, что те пациентки, у которых полный морфологический регресс, у них произошла полная элиминация раковых клеток, и они могут быть излечены от распространенного процесса. Еще один существенный нюанс. Помимо генов БРК-1, БРК-2, есть новые гены, относительно новые, которые очень похожи. Ну, например, я хочу привлечь внимание гену ПАЛЬП-2, который фактически по своим функциям очень близок к гену БРК-2. Это 1% рака молочной железы. Он реже встречается, чем мутация БРК-1, БРК-2. Там намного сложнее быть с платиной чувствительностью или с чувствительностью парпингибитором, потому что там, возможно, есть альтернативные механизмы, когда у вас в одних опухолях есть полная утрата гена, а в других нет. Но так или иначе надо учиться с этим работать, потому что, посмотрите, несмотря на то, что это редкие ситуации, все-таки здесь требуется индивидуальное врачебное решение. Ну, в частности, например, ПАЛЬП-2 ассоциированные опухоли, они тоже, как правило, рецептор позитивный. В данном случае я тоже позволю себе сказать, что я весьма скептически отношусь к использованию эндокринной терапии, пока это возможно, потому что эти опухоли, если оставшийся аллель гена БРК-2, ПАЛЬП-2 извините, делицированы, они скорее химиочувствительны, чем могут хорошо отвечать на эндокринную терапию. Ну и типичные ошибки. Игнорирование теста на наследственный рак, отождествление БРК-1, БРК-2, и тем более ЧЕК-2 про него мы сегодня не говорили, гиперинтерпретация теста на повторяющиеся мутации, когда полный анализ не сделан, а врач почему-то верит, что БРК-мутации нет. И тест на повторяющиеся мутации пациентам неславянского происхождения. Тоже, к сожалению, делается весьма и весьма часто. Ну, мы будем учиться и стараться работать еще лучше. Спасибо за внимание.